МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события уходящего года и планы на будущее. Руководители ядерного центра провели итоговую пресс-конференцию. Гордость России. Воспитанница детской школы искусств номер 2 стала победителем международного конкурса. Подарок для болельщиков. Хоккейный клуб Саров провел последний домашний матч 2019 года. Далее расскажем обо всем подробно. Обеспечение национальной безопасности страны по-прежнему остается главной задачей Российского федерального ядерного центра. Но, несмотря на это, 2019 год стал для предприятия годом высоких достижений в области неядерных вооружений и суперкомпьютерных технологий. Мы имеем достаточно серьезные результаты. Премии правительства 16 сотрудников, в том числе и 4 молодых сотрудника. Это вопросы, связанные с этапами сооружения лазерной установки. Завершены работы по созданию уникального рентгенского телескопа. Второй стратегический приоритет деятельности предприятия создание высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения. Сейчас количество такой продукции от общей выручки ядерного центра составляет 13%. Задача увеличить это число до 50. Но для этого институту понадобятся дополнительные специалисты. Сегодня вырабатывается новый такой подход, когда наряду с распределенной системой работ в области контрагентских работ возникает еще необходимость привлечения, интегрирования специалистов из различных отраслей промышленности в рамках выделенных структурных подразделений вне территории Сарова. Это новая часть работы в области гражданских направлений деятельности, которая будет не связана с гособоронзаказом, не связана с формами допуска. Это чисто гражданские направления, и это одна из особенностей нашего будущего развития. Что касается социальной политики, с 2019 год федеральным центром вне выполнены все обязательства в этой сфере. Предприятие по-прежнему обеспечивает высокий уровень социальной поддержки своих сотрудников и ветеранов. И собирается только улучшать работу в этом направлении. Особенностями является то, что в 2019 году и далее мы будем интегрировать и реализовывать помощь многодетным работникам. Значит, помощь для компенсации для этой категории людей школьных завтраков для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Не оставил без внимания Валентин Костюков и самый обсуждаемый за последний год темы. Одна из таких – открытие аэропорта и появление гражданских рейсов Саров-Москва. Мы с точки зрения транспортной доступности сдаем первую половину 2020 года аэродром, где будут восстановлены специальные рейсы для реализации наших направлений деятельности и улучшения авиационного сообщения прежде всего с Москвой. В рамках технопарка мы будем строить транспортный хаб, который будет реализовывать вот эти авиационные, железнодорожные, автомобильные перевозки и в том числе и обеспечивать структуру технопарка. И на базе этого будем работать под авиационной составляющей. Но жители города в сегодняшней части, в сегодняшней части, я думаю, с середины следующего года будут иметь возможность полетов в Москву на самолете. Большое внимание уделило вопросу о кластере Арзамас Дивеева-Саров. По мнению директора, это хороший способ привлечения инвестиций в развитие города. Но работать в этом направлении надо очень аккуратно и учитывать мнение жителей. Введение упрощенного режима въезда и ослабление пропускного режима не планируется. Безусловно, что при реализации этой городской инфраструктуры мы, так сказать, понимаем дальнейшие изменения города. Я думаю, что вот наше руководство города, глава, города-глава администрации также поддерживает эту точку зрения, что ключевым элементом здесь должно быть бережное отношение к существующей действительности и понимание, значит, комфортности реализуемых решений прежде всего для жителей города. В завершении пресс-конференции директор ядерного центра ответил на вопросы журналистов. Они касались диверсификации производства, развития технопарка Саров, программы «Доходное жилье», оценки работы депутатского корпуса. Традиционно зимой снег на дорогах и тротуарах города убирает дорожно-эксплуатационное предприятие. Но новый контракт на очистку улиц 1 января 2020 года выиграла компания «Магистральстрой». На аукцион подали только одну заявку. Муниципальное предприятие не участвовало. По словам главы администрации, сейчас депутат находится в плачевном состоянии, поэтому было принято решение не заявляться. Была, вообще говоря, угроза, что в какой-то момент либо не заплатят налоги ДЭП, либо не выплатят зарплату. И то, и другое будет означать наложение арестов на счета, банкротство предприятия и неисполнение контрактов по уборке города. Что в зимний период допустить абсолютно невозможно. Решено было искать фирму, которая в полном объеме выполнит все необходимые работы по очистке города от снега. Предложение единственного участника электронного аукциона ООО «Магистральстрой» соответствует начальной максимальной цене контракта. Это более 122 миллионов рублей. И хотя в конкурсе на уборку улиц ДЭПа не участвовал, привлекать его все равно планируют. Мы исходили из того, что наше предприятие ДЭП должно функционировать. Все люди должны быть обеспечены работой. Все, кто могут работать и хотят работать, все должны работать. Это наши были условия. Должна использоваться техника, которая работает. Но у ДЭПа, к сожалению, сегодня не вся техника в нормальном состоянии. То есть по технике нужно усиливаться. И мы договорились о том, что будем взаимодействовать на плотном контакте. И, соответственно, ДЭП как предприятие будет задействовано в работах по уборке города однозначно. Что касается ООО «Магистральстрой», согласно сервису проверки контрагентов, предприятие зарегистрировано 10 ноября 2017 года. Расположено на улице Курчатова, дом 3. В госзакупках до 2019 года не участвовало. Среднесписочная численность три сотрудника. Указано более 30 видов деятельности. Основной вид строительства жилых и нежилых зданий. На пресс-конференции также обсудили ремонт школы номер 10. Напомним, сдать ее должны были 1 сентября. Но подрядчик сроки постоянно сдвигал. Прогресс там хороший. Лифт уже один из последних таких объектов приехал. Должны начать установку кухонного оборудования. И подрядчик клянется и божится, что он до Нового года все сделает. У меня сомнения, конечно, есть. Как только здание сдадут и оборудуют всем необходимым, учеников 10-й школы сразу же переведут в родное учреждение. Также журналисты попросили прояснить ситуацию с переездом детской поликлиники с Монастырской площади на Октябрьский проспект. С точки зрения главы администрации в этом вопросе нужно учитывать мнение горожан. Но окончательное решение за КБ номер 50 и ФМБА России. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Амфитеатр, кафетерии, детские спортивные площадки, зона для выгула собак. Разрабатывая дизайн-проект парка на улице Сосино, специалисты Департамента архитектуры и градостроительства постарались учесть все пожелания горожан. В процессе работы над концепцией они проводили собственные исследования, опросы, встречи с жителями. Таким образом мы поняли принципиальные задачи развития данной территории. Это сохранение лесного массива, расширение детской зоны, восстановление образовательной функции, повышение безопасности территории, адаптация для разных групп пользователей и работа не только с детским парком, но и с прилегающей территорией около Дворца творчества школьников. Территорию Дворца детского творчества решили благоустроить вместе с парком в едином стиле. Таким образом общая площадь проекта увеличилась до 5,5 гектаров. Ландшафтные работы в парке начали еще в 1980 году сотрудники проектного бюро «Мусина». С тех пор эта территория постепенно пришла в упадок. В 21 веке задачей минимум – это создать современное городское пространство, не теряющее историческое составляющее. Поэтому вазу в центре парка оставляют и включают в общую стилистику. Она остается, это отсылка к прошлому, к истории, которая все-таки сложилась. Мы просто саму клубу, вот эту кирпичом, который серым выложен, мы ее реконструируем там, где это необходимо. И вокруг нее можно сделать лапочку бетонную, ну, с деревянным настилом. Новое общественное пространство по задумке архитекторов должно стать центром притяжения для жителей старой части города и посетить телепарка в любое время года. Многие зоны проектировались с учетом использования зимой для создания ледяных горок и тематических площадок. Также на правах софинансирования и привлечения спонсорских средств авторы проекта предлагают построить кафетерий. Мы предлагаем разместить вдоль улицы Сосина кафетерий, небольшой, порядка 107 квадратных метров его площадь, в один этаж. То есть это такой павильон светлый будет, в котором можно будет провести какое-то детское мероприятие, день рождения. Либо просто прийти с ребенком, купить кофе, чай, ребенку с холодкой ватой и пойти дальше гулять. Специалисты департамента подробно рассказали о каждой зоне парка, что там будет, из какого материала сделают покрытие, какой высоты установят фонари, где поставят клумбы и ответили на вопросы горожан. Тех, кто заинтересовался дизайн-проектом и пришел высказать свое мнение, оказалось крайне мало. Но они активно включились в разговор и уточняли все детали концепции. Много вопросов было о том, как приспособит парк для посетителей с собаками. Маршрут для собак, для посетителей парка с собаками, которые могут зайти отсюда, пройти на эту площадку, здесь поиграть, сделать все свои дела и пойти вдоль периметра и сделать большой круг. И при этом они не пересекают вот эти все дорожки и площадки, за которые мы переживаем. В январе следующего года с дизайн-проектом парка на улице Сосина Саров подаст заявку на участие в федеральном конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. В случае победы наш город сможет получить из федерального бюджета грантовую поддержку на сумму 100 миллионов рублей. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. А вот в этом месте, за моей спиной, находится будущая детская площадка. Как мы видим, мафы уже привезли, часть из них распаковали и начали установку. Напомним, лыжную базу должны были сдать 27 ноября, но доделать к этому сроку не успели. На декабрьском заседании городской думы, где депутаты по поручению губернатора должны были дать оценку выполнения национальных проектов в Сарове, глава администрации озвучил новый срок окончания реконструкции. В реконструкции лыжной базы входит национальный проект «Жилье и городская среда». Депутаты оценили его исполнение в Сарове как удовлетворительное. Согласно пресс-релизу на сайте администрации, теперь лыжную базу собираются сдать уже к Новому году, чтобы у горожан в дни праздников была возможность оценить все работы, которые сделаны на этом объекте. Реконструкция парка имени Зернова также еще продолжается. Работа кипит практически в каждом уголке. Специалисты достроили лестницу до набережной реки Сатиса, занимаются формированием ступеней. Параллельно закончен монтаж освещения, рабочие устанавливают беседки и другие малые архитектурные формы. Напомним, парк реконструирует нас средства, которые Саров выиграл в федеральном конкурсе Минстроя среди малогородов и исторических поселений. Екатерина Пенова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. С декабря 2018 года в администрации проходит конкурс социальных проектов некоммерческих организаций. В этот раз свои программы представили спортивные клубы города. На заседании комиссия рассмотрела заявки на получение субсидий баскетбольного клуба «Атом», хоккейного клуба «Саров» и футбольного клуба «Икар». Основное, что учитывалось, что их программа должна быть направлена на развитие вот этих спортов на территории города Сарова и привлечение молодежи вот эти виды спорта. Честно, откровенно говорю, мне понравилась программа хоккейного клуба. Неплохо они расписали вот именно меры приятия. Потому что учитывается то, что не что им материально чисто надо, а для чего вот это материально надо. В состав конкурсной комиссии входят депутаты, представители администрации и ВНИЭФ. При отсутствии конкуренции по всем видам спорта бюджетные средства, а это 300 тысяч рублей, разделили между клубами поровну. В положении сказано, что можно подать любую заявку, но при заключении соглашения клуб должен, извините меня, изменить свою заявку на ту сумму, которую он выиграл на данный момент. То есть он должен изменить уже под эти 100 тысяч. Хоть он там может 300, 400 и миллион, понимаете, можно заявить любые, понимаете. То есть это вот в положении четко. То есть на ту сумму, которую предусмотрено в бюджете на их поддержку. Спортивные клубы получат средства после подписания соглашения. Их команды смогут использовать уже до конца этого года. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Трижды герой социалистического труда Юлий Борисович Харитон один из крупнейших отечественных физиков 20 века и ключевая фигура советского атомного проекта. Он многие десятилетия возглавлял наш институт и до 1992 года оставался бессменным научным руководителем Федерального ядерного центра в НЕВ. С началом реализации атомного проекта всем руководителям было запрещено пользоваться авиаленьями в целях безопасности. Поэтому в 1951 году Юлий Харитон получил в свое распоряжение персональный вагон. Чуть менее 25 лет назад вагон прибыл из своего последнего рейса. И первым, кто предложил идею сделать из этого салона музейный экспонат, был помощник Юлий Борисович Харитона Александр Иванович Вадобшин. Но по причине значительных габаритов экспоната было очень много сомнений, обсуждений. И вот, наконец, в 2019 году директорам было принято решение, дано добро на то, чтобы реализовать эту идею. Более 30 лет вагон служил для Юлия Борисовича вторым домом. Большую часть времени он проводил во рабочих командировках. По устному распоряжению академика вагон отправлялся в Москву, на Семипалатинский полигон, на север. Именно здесь проходили большинство важных совещаний с академиками, министрами, известными учеными. После смерти Харитона с 1996 года вагон находился на запасном пути. Железнодорожники Рафиац Внеев бережно сохраняли его в течение 25 лет. Для нас принципиально важно все, что связано с историей КВ-11, с историей Внеева, с историей Сарова, и, безусловно, все, что связано с легендарным человеком Юль Борисовичем Харитоном. И сегодня вот этот экспонат, который будет доступен, он, безусловно, внесет свою лепту, он покажет, что Юрий Борисович был простым человеком, несмотря на свои выдающиеся способности. Что он был доступен, что он в рамках своей жизни и своей деятельности показал, каким образом и как можно служить своему народу. Впервые вагон был представлен широкой публике в 2015 году в составе экспозиции передвижного выставочно-лекционного комплекса «РЖД поезд инноваций» и вызвал у горожан неподдельный интерес. В 2019 году по решению директора Рафиац Внеев Валентина Костюкова начались работы по реализации проекта реставрации и музеификации вагоносалона. И сегодня каждый житель города может своими глазами увидеть уникальный экспонат. Начну с шутки. Когда он появился здесь, и люди спрашивали, как он появился, мы сказали, по железной дороге. Там действительно была железная дорога построена, вторая, то есть дополнительный путь. И на дополнительном железнодорожном пути он у нас монтировался вагон, перегружался, ставился, красился и после этого уже появился в этом месте. Сейчас вагон-салон стоит в специально построенном павильоне Музея ядерного оружия. Специалисты сделали его по-настоящему уютным и при этом сохранили исторический вид интерьеров. Посетители могут осмотреть личное купе академика, купе для сопровождающих, отделение для проводников, кухню, зал для совещаний и рабочий кабинет Юлия Борисовича Хритона. Увидеть вагон собственными глазами сравчан приглашают в новогодние праздники. Музей ядерного оружия работает 3, 4, 5 и 6 января с 10 до 15 часов. Чтобы провести зимние праздники в компании друзей и родных, а не на больничной койке, нужно соблюдать простые правила. Первое, что советуют доктора, это умеренность и сдержанность в употреблении продуктов и напитков за праздничным столом. Если в обычной жизни человек соблюдает диету, то отказываться от нее и нагружать желудок не стоит. Я все-таки порекомендую придерживаться этой диеты, которая их сопровождает всю жизнь. Но в новогодние праздники можно, конечно, себе позволить каких-то лишних блюд, продуктов. Единственное, я бы посоветовала проконсультироваться по возможности с лечащим доктором. Чтобы не переесть в новогоднюю ночь, не забывайте про обычные приемы пищи. Обязательно нужно завтракать, обедать и ужинать. Стакан воды, выпитый перед застольем, также поможет обмануть желудок. Начинать, конечно, лучше с продуктов, так скажем, правильных. Это может быть какая-то холодная закуска в виде тушеного мяса, запеченной рыбы. Откажитесь от жирной и калорийной пищи. Заправляйте блюда растительными маслами и соками фруктов. Потребляйте больше овощей. Овощи чем полезны? Они дают хорошее чувство светости. Быстро уталяется голод. Клетчатка, она способствует пищеварению хорошему. Поэтому выводятся все, так сказать, токсины, которые будут в результате, так скажем, нашего переедания задерживаться в организме. Также специалисты советуют больше двигаться, гулять на свежем воздухе. И ни в коем случае не доедать салаты недельной давности. Чтобы не выбрасывать испортившиеся продукты, заранее спланируйте меню. Следуйте этим простым советам. И тогда гастрит, панкреатит и холецистит не испортят вам праздничных выходных. Несколько дней назад дом номер 23 по проспекту Ленина стал объектом пристального внимания жителей не только Сарова, но и области. И все благодаря информации в соцсетях о заполонивших его насекомых-вредителях. Паблики ссылаются на некую алую марку, которая жалуется на нашествие тараканов. Жути нагоняют прикрепленные фотографии. Что же на самом деле происходит в доме? Мы тщательно обследовали лестничные пролеты, заглядывали в углы, щели из радиатора отопления. В поисках рыжих и усатых наша съемочная группа обошла три подъезда дома номер 23 по проспекту Ленина. И ни одного насекомого, кроме дохлой мухи за окном, мы не нашли. Сейчас спустимся в подвал. В отличие от чистых и ухоженных подъездах, в подвал спускаться было страшно. Но в поисках достоверной информации и ради чистоты эксперимента пришлось набраться смелости. Два подвала оказались открыты, и мы спустились, чтобы найти это скопище тараканов, о котором все так шумят. С фонариком обследовали все углы, перекрытия. Но, к сожалению, убегающих от света насекомых мы не нашли. В подъездах чисто мусора или валяющихся в углах остатков продуктов, которые так любят тараканы, нет. Тогда где они прячутся? За разъяснениями по ситуации с домом номер 23 мы обратились в управляющую компанию. Как нам пояснили сотрудники центра ЖКХ, жалоб от жителей на нашествие тараканов не было. После размещения данной публикации инженер-смотритель прошел все подъезды, прошел подвальное помещение бывшего магазина «Дружба». Да, идентичные, не идентичные, а единичные случаи наличия этих тараканов есть. К сожалению, они сопровождают человечество всю его историю. По словам специалистов, дезинфекцию в доме проводили в ноябре этого года. Дополнительная обработка от насекомых также запланирована на ближайшее время. Что касается фотографий, которые сопровождают резонансный пост в соцсетях, то автор поста взял их из интернета. Например, фото из подвала – это снимок из Надыма, который находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Оригинал датирован сентябрем этого года. Еще одна фотография – это стоп-кадр ролика из Ютьюба. Чего хотел добиться автор публикации, остается загадкой. Мы пытались связаться с этим человеком через соцсети, чтобы получить информацию из первых уст. Но ответы не получили. Галине Ивановне Бессараб, 79 лет. 45 из них она пишет стихи. Своё первое стихотворение женщина сочинила 12 мая 1974 года, когда неожиданно всё засыпло снегом. Ты зима не радуйся, ветер переменится. Будет в небе радуга, вновь ручьи запенятся. Природа и дети – это основные темы стихов Галины Ивановны. Но иногда взяться за ручку и бумагу её толкают мировые политические события. Поэтические произведения Галины Ивановны печатались во всех сборниках антологии закрытых городов. В третий том вошло стихотворение наследства. И когда в душе смола, как спасительное средство, Вспоминаю я слова старой бабушки наследства. Это тихие слова, и запомнить их несложно. Как подумаешь, жить нельзя, а раздумаешься – можно. Впервые творчество поэтов закрытых городов было представлено в антологии, которая вышла в 1999 году в Железногорске. Второй том увидел свет в 2011 году в Заречном. Третий сборник готовился к выпуску в Челябинске. Неизменно большое количество авторов и высокий уровень их мастерства говорит о том, что закрытые города – это территория передовой научно-исследовательской мысли и родина удивительных и талантливых людей. Высказать эти чувства, этот внутренний мир, эта особенность взаимоотношений в закрытых городах, настроение здесь. В третий сборник вошли стихи 328 поэтов из 10 городов, в том числе 26 саровских авторов. На презентации всем им вручили новые тома антологии поэзии закрытых городов. Познакомиться с творчеством поэтов зато можно в библиотеке имени Маяковского. Несколько книг традиционно передаются в библиотечный фонд. Кот преданно смотрит на свою хозяйку, она ласково глядит на своего честь вероногого питомца. На панно – минимум деталей и глубокие цвета. Картина с пушистым другом в технике «Батик» принесла его автору Ксении Конофеевой три диплома – один первой степени и два второй. Другая работа «Босиком по лужам» тоже заняла второе место. В первой работе – это более крупная работа, а вторая работа – там очень много мелких деталей, и это сложно все прорисовывать. В технике «Батик» работать очень сложно. От мастериц требуется сосредоточенность, внимательность и усидчивость. Над вторым панно Ксения работала дольше, но именно с этой беззаботной девушкой, весело шагающей по лужам, она себя ассоциирует. Сложность в том, чтобы краска была точно по контуру, чтобы она не вытекала, не смешивалась. Но есть плюсы в том, что это может быть часть рисунка, то есть можно что-то додумать. То есть, например, в волосах краска растеклась, это могут быть какие-то кудряшки, которые вышли из прически. Воспитанницы отделения дизайна одежды и ткани детской школы искусств номер два участвовали со своими работами в трех творческих конкурсах «Гордость России», «Надежда России» и «Мой успех». Каждая из картин вернулась с наградами. Диплом первой степени в конкурсе «Гордость России» завоевала работа Надежды Жуненко, в которой она показала одну из грани жизни домашних питомцев. Технику «Батика» девочки осваивают на факультативных занятиях. Это направление дает им возможность реализовать себя в различных творческих направлениях. Техника «Батика» настолько интересна своими эффектами, поэтому, когда мы стали эти эффекты просто-напросто внедрять в работу, ну, не каждый из этих эффектов получился. А эффекты буквально всего – это соль, которым мы посыпаем свою работу, это просто даже какие-то минеральные удобрения. Специальным дипломом за высокую профессиональную подготовку участников конкурса отмечена преподаватель отделения дизайна одежды и ткани Елена Бодряшкина. В четвертом фестивале детской патриотической песни на премию Федеральной службы войск Национальной гвардии участвовали вокалисты со всей страны. Денису Савельеву выпала честь представить воинскую часть нашего города от Приволжского федерального округа. Пой, золотая рожь, пой, бодрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. На суд жюри юный саровчанин представил композицию «Конь» группы «Любе». Песня занимает особое место в репертуаре вокалиста. В этой песне я передаю, как я сильно люблю свою родину, свою страну и как богата наша природа. Я волнуюсь только за кулисами, а когда я выхожу на сцену, мне сразу чувствуется, как будто я дома. В конкурсе участвовали исполнители от 6 до 17 лет. По словам преподавателя Ирины Оськиной, важную роль при оценке жюри играет понимание школьниками текста и настроение музыкальной композиции. Мы сделали свой вариант исполнения этой песни и у Дениса, мне кажется, получилось очень хорошо. Он очень любит песни петь о родине, о России. И у него это получается, он очень искренен. И, как правило, когда он выходит на сцену, публика принимает его очень положительно. Жюри фестиваля признала исполнение Дениса Савельева лучшим в номинации за художественную интерпретацию. Всех победителей наградили дипломами, денежными сертификатами и призами. Домашняя встреча с Тумботина – завершающая игра первого круга чемпионата области. В начале матча команды взяли быстрый темп. После взаимных атак на третьей минуте «Спартак» забил гол Сарову и открыл счет. Соперники жестко боролись за владение шайбой. Не обошлось без стычек и удалений. Во втором периоде «Саровчане» сравняли счет. За семь секунд до сигнала в ворота «Спартака» залетела еще одна шайба. После такого завершения очередного периода болельщики оживились и поверили в победу Сарова. Второй период, вот маленько тут и подрались, и эмоции пошли. Ну и как бы вот они задвигались и забили. Надо как-то собраться. Собраться и к шайбе. Не от шайбы, а к шайбе. Побольше и почаще. Поувереннее. Я думаю, сейчас тренер в раздевалке именно это и скажет. Я желаю, чтобы наша вторая команда одержала победу. В начале третьего периода команды обменялись шайбами. С разрывом в два очка «Саровчане» продолжили брать инициативу на себя. До конца матча наши спортсмены успели забить еще два гола. Сначала, как всегда, у нас с Хомканой мы, как паровозный состав, догоняем все команды. Но вроде во втором что-то взбодрились, получилось что-то. В третьем добавили. Использовали свои моменты, слава богу. Встреча закончилась со счетом 6-2 в пользу команды «Саров». По словам тренера «Спартака», основной причиной поражения его подопечных стала игра в меньшинстве. Соперник был хороший сегодня. Забили свои моменты. Мы не реализовали моменты. Они были. Хорошо вратарь сыграл команда соперника. Количества игроков не хватило. У нас травмированных много. Одного не пустили на проходной сегодня. Сами виноваты. Поэтому винить некого. Последнюю игру первого круга «Саров» проведет 28 декабря на выезде в Сеченово. А уже после новогодних праздников наша команда ждет поддержки болельщиков дома. 4 января «Саровчане» сыграют с «Кварцем» первый матч второго этапа чемпионата области. Первые несмелые шаги по льду и виртуозное катание. Перед Новым годом Ледовый дворец традиционно становится площадкой для всех, кто любит веселиться с семьей и друзьями. Третий год подряд молодежная комиссия при правкоме завода «Авангард» проводит для своих сотрудников праздник-пролет. Очень много деток. У нас это мероприятие пользуется спросом. Это досуг у нас получается семейный. То есть родители приходят с детьми. В этот раз семейный праздник собрал более 250 человек. Для детей организаторы подготовили специальную программу – шоу мыльных пузырей и визит Деда Мороза и Снегурочки. Главные зимние волшебники пришли со сладкими подарками. От желающих рассказать стихотворение и получить конфету не было отбоя. Пока малыши общались с Дедом Морозом, ребята постарше нарезали круги на льду. Тут интересно, прикольно, хорошее мероприятие. Тут хорошо и мне тут нравится. Тут можно учиться кататься. Мне очень нравится кататься на коньках, тут очень прикольно. Мне тоже. Здесь весело, здорово, очень интересно. Пролет – это праздник для всех. Взрослые, забыв о бытовых проблемах, веселились как дети, заряжаясь оптимизмом и новогодним настроением. Очень нам все нравится. Хорошо, что организаторы это организовали, потому что мы пришли с детьми. И дети очень счастливы, и мы, конечно, по-детски тоже. Здорово, весело, замечательно. Хорошее мероприятие, дети веселятся. Отличное мероприятие, вообще класс. Всем рекомендуем здоровый образ жизни, с детками. Ну и вообще перед Новым годом хорошее настроение все. Праздник пролет позволил всем участникам вернуться к любимому зимнему виду спорта и дал прекрасную возможность провести время всей семьей.